На льду выступили команды из Татарстана, Брянской, Московской и Владимирской областей. Всего более 250 человек. Соревнования во Владимире проходят впервые по синхронному фигурному катанию. Хотя команды на базе федерации школы в дальнейшем, спортивной школы номер 8, созданы с 2017 года. И синхронное катание развивается у нас успешно и достаточно хорошо. То есть идут дети, желанием занимаются. Этот вид спорта относительно новый для нашей области. Несмотря на отличия, оценивается дисциплина по критериям фигурного катания. Главная техника, интерпретация, представление программы, скольжение, сложность элементов. Состав команды от 12 до 16 человек разного уровня подготовки. Абсолютно другая дисциплина. Это командный вид, это групповой вид. И здесь много нюансов своих. Свои отдельные элементы. Элементы взятые из фигурного катания, элементы взятые из парного, из танцев. Короче говоря, такой сборный вид очень интересный. Поэтому он интересен, что там есть всего понемножку. Состав большинства – команд девушки. Чтобы подготовить полноценную программу, многие тренируются по 6 дней в неделю. Сложно, наверное, как раз-таки синхронизироваться с партнерами, партнершами. Потому что буквально нужно дышать в унисон, чтобы все сделать четко, как один человек. Для взрослых участниц эти соревнования не первые в сезоне. Но каждый раз перед выходом на лед спортсменки испытывают колоссальное волнение. Любой результат после проката – личная победа и гордость каждого члена команды. Мы довольны результатом, мы стремились к этому, мы готовились каждый день на тренировках, работали над собой, работали над составом, работали над элементами и добились того, к чему шли. Спортсмены соревновались в произвольной программе в двух категориях. В первом спортивном разряде призерами стала команда из Тулы. Второе место завоевала команда «Миллениум» из Владимира. Бронзу забрали спортсмены из Москвы, команда «Олимпийские юнитис». Татьяна Гордева, Софья Сидорова и Татьяна Семенова.